МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город дает отводочек, теперь поедет в Санкт-Петербург, на Петроградскую сторону, Петроградский район в исторический, и будет стоять в квартире. Любопытно, как отводочек. Отводочек слабенький. Давайте покажу. Наверное, такой, чтобы ему как раз до зимы поднабрать силу. Вот такой. Они поднаберутся силы, где-то он подкормит, их немножко научится. Но они, в принципе, ему нужны для лечения. Могу человеку сильно сейчас загнуло спину. Упс. Ну, и мне любопытно. Упаковывать я буду, конечно, очень удобно вот эти лассони, потому что везде есть вентиляция. Вот еще домную заглушку она у него есть. И просто-напросто обмотаю пищевой пленкой, так, чтобы он не распадался. Наверное, все-таки даже неудобно. Порвалось. Не очень нужный момент. Неровная ножичка я не взял. Сейчас будем придумывать что-нибудь. Так, ну вот. Пленку, кажется, размотал. И прямо вот обматываю, чтобы он в дороге у меня не распался. Рамки все с разделителем Гокмана. В принципе, стоят плотно. Сейчас вся пчела слетит. Еще которые остатки долетели, долетят. И закрою литочек. Завтра с утра. Может, тороплюсь. Ну, отводочек, наверное, такой, что ему до зимы набрать силу. Ну, перезимовать я, конечно, сомневаюсь. Он их тормошить будет постоянно. Ну, хотя посмотрим. И посмотрим на Петроградке. Все-таки я думаю, что такой район транспортный. Старый район. Очень много домов. Они стоят близко друг к другу. Проезжая часть рядом. Как будут вести себя пчелы? Не будут ли они путаться, теряться, терять ориентацию? Маточка здесь хорошая. Прошлые годы, но хорошая маточка здесь. Посмотрим. Дай Бог, чтобы человеку помогло. И они благополучно добрались. вот наш отводочек маленький едет в Санкт-Петербург на Петроградку. Вот мы приехали, везли пчелок в старый питерский дворик. Уже пациент больной не встречает. Спасибо. Спасибо. Но так вышло, что родился и работал, и учился я на нашей Петроградской стороне. Если был бы выбор, я бы жил, возможно, на Майами и в Карибской теплой не жился волне. Но вот выпало мне, братцы, жить на нашей Петроградской самой лучшей и прекрасной стороне. Мы живем над Петроградской, на Пушкарской и Посадской, над Невою занимается Заря. И над Каменно-Островским, и над островом Крестовским с добрым утром Петроградская моя. Здесь для всех найдется место, всем диаспорам не тесно. Есть мечеть у нас и православный храм. Театры есть и стадионы, парки-скверы, по которым так приятно нам пройтись по вечерам. Пушка в крепости стреляет, значит, полдень наступает, каждый камень здесь историю хранит. Светлым колокольным звоном и салют над стадионом это гол забил наш питерский зенит. Мы живем над Петроградской, на Ижорской и Рыбацкой, на Морском живем, на Малом и Большом. Мы на Кронверском гуляем и в Приморском загораем. С Добрым Днем тебя, любимый мой район! здесь наш город начинался, здесь в историю ворвался, здесь окно в Европу Петр прорубил. Революции и войны вынес остров наш достойно и в блокаду выжил он и победил. Мы живем над Петроградской, Ропшинской, Большой Посадской, на Крестовском и на Средне-Колтовской, Константиновском, Ипинской, Бармалеевой, Зверинской. Добрый вечер, Петроградский остров мой! Мы живем над Петроградской, Петербуржцы, Ленинградцы С белой ночью к нам в дома приходят сны. Знают взрослые и дети, Лучше места нет на свете и прекрасней Петроградской стороны. И прекрасней Петроградской стороны. Я вот сейчас пчелок поставлю сюда, чтобы они будут мелью. Можешь ловить, сейчас ставить. Вот. Можешь маму вот это. Ну, где? Ну, я сейчас в течение дня еще, ну, примерно сориентируюсь. Ну, ты позови маму этот, скажи маму, посмотри, что у нас новые домашние животные. Позови, позови. Животные, на самом деле не самые плохие. Да вольнющие, рожи довольны. Если рассуждать о полезности, то очень классные животные. Очень классные животные. Маму-то позови, я скажу, посмотреть, как будет реагировать мой кот на все это дело. Давай маму и кота зови. Зови, зови, зови. Ты думаешь? Зови, уверен. Это прикол будет. Сейчас посмотрим. Я вообще хочу снять реакции людей на ну, на это мероприятие. вот. Кот, кот, тоже пришел. Мамма-мем. Мамма-мем. Самое интересное, что у нас ситки нет, да? Он как-то будет? Нет, оно закроется сейчас. Сейчас я... Он вырежет фанеру, или фанеру, или какой-то лист. Барсик. Барсику это будет любопытно. Да и вам будет любопытно наблюдать за Барсиком. Проснуться у тебя тут вся официально. Нет, нет. Барсик все пошел обследовать. Спасибо. Что такое? А он еще на улице спать будет. все балоко не ладно, они в комнату не лисят. А здесь не будут залекать. Я думаю, они сейчас привыкнут. Нет, нет, я же сделал. Сетку бы снял бы, чтобы они хоть посмотреть, как они... Нет, запросто можно снять. Нет, чтобы они вылетели. Чтобы они вылетели отсюда. Сетку с ними сейчас, а пусть они вылетели. Мы заодно, кстати, посмотрим, как они... как у них с ориентацией. Ну-ка, дай-ка, дай-ка посмотрим, как вот раз этот... как они летят. Ах, не залезь туда. Гаррика, не залезь туда. Паха, давай только осторожнее вас. Ну, подержи, стряхни там пчел. Ну-ка. Нет, еще не полетели пока. Ну, вот такой обзор будет. Тут еще заделается окошечко. Нет, пока пчела не летит. Так, Игорек, твоя задача теперь. Объясняю. Идешь, берешь килограмм-два сахара. Разводишь сироп. Разводишь сироп, где-то засыпаешь сахар в емкость. Вот. Две трети емкости сахара. Вот. Остальное доливаешь водой. Кипятком. Дашь остыть до температуры 40 градусов. Ну, так, чтобы палец держал. Понял? Да. Потом снимаешь крышу. Давай, повторяй. Снимаешь крышу. Аккуратно только. И, и вот сюда, вот сюда наливаешь этот сироп. Нет, кормушки-то я знаю, что такое. Ну, слава Богу. Дно две трети сахара, а одна треть воды. Да. Вот так, дно открыто у тебя здесь. Немножко подогреваешь, чтобы... Не подогреваешь, а кипятком заливаешь, даешь остывать. То есть, размешиваешь это все и потом даешь остыть. Даешь остыть и заливаешь. это дно я забираю с собой. любопытно. да, очень любопытно, как будет вести себя данная семейка. накормит, напоит. Матка там хорошая, сеет. вон пчелы хоть как раз фруктовый ларек стоит, тылить будут. Я говорю, фруктовый ларек стоит, может как раз тылить, будет сладенькое что-нибудь сейчас. Что так выглядит-то ничего, но картинку надо выглядеть-то ничего. Да я смотрю, у тебя как раз там балкончик и надо туда что-то знаешь такое блин. Ребят, кто что посоветует, какую доску, с каким рисунком установить вот туда, где улись пчелами. В неделю ей не помешает. Меня больше интересует архитектура и, конечно, игру этот пади очень много на листьях. Посмотри, листья аж все эти. лист какой вещь. Конечно, проезжая часть, архитектура такая. Мне просто интересно, что сюда может вписаться. что может кинуться, допустим, кондитерская, панорама, гастроном. И из архитектуры. А что это за узоры вообще? У тебя что за дом-то? Там дикаря. А, это ж был такой профессор Зеленин. А чем занимался? Вроде бы животными, но... Профессор Зеленин. Вроде животные жить. Ну, значит, значит, здесь будет жить второй профессор. Да. Нереально. Прикольно. Чтобы ты вспоминал этот день.